Здравствуйте! Меня зовут Кудрецов Юрий. Я бренд-шеф стейкхаусов Гудман. У нас сегодня в гостях наш постоянный гость Эля. Эля, здравствуйте! Очень приятно, Юрий. Я очень рада такой возможности находиться здесь. Я обожаю стейки Гудман. И эта возможность, она для меня действительно очень важна. Я часто готовлю стейки дома, но у меня всегда нет возможности и, наверное, опыта понять, действительно ли это правильный стейк. Ну, прекрасно. Большое спасибо, что вы согласились приготовить стейки. Вы, как я уже сказал, постоянный наш гость. Какие стейки вы знаете? Я знаю. Это стейк Рибай, стейк Нью-Йорк и стейк Филе Миньон. Это действительно очень качественное мясо, мраморное мясо. Ну, я вас научу, как правильно готовить. Я не думаю, что это будет для вас сложно. Я вам все подскажу. Ой, это будет замечательно! Для приготовления стейка стейки должны быть комнатной температуры. Для этого надо мясо заранее достать из холодильника примерно за 20-30 минут, что мы и сделали. Для приготовления стейка мы не мажем и наливаем масло на сковородку, мы смазываем стейк. А действительно, разве нужно стейк смазать маслом? Я думала, что этого делать не стоит. Для этого обязательно надо стейк смазать маслом, потому что масло играет определенную роль при жарке стейка. Это, во-первых, не дает мясу пригореть на сковородке, а во-вторых, при жарке закрываются поры и весь вкусный сок, все самое сочное, полезное, ценное, самое ароматное остается внутри куска мяса. Для этого мы используем оливковое масло, мы добавляем туда травы, вы также можете дома использовать травы, ароматизировать масло, добавить туда чеснок, тимьян, розмарин. Это всегда будет у вас стоять на кухне и при жарке, будь то овощи, будь то мясо, смазать перед жаркой, это придаст аромат, вкус и будет очень вкусно. А как лучше всего стейк приготовить дома? При какой температуре готовить мясо? Ну, дома тоже можно приготовить очень качественный, хороший стейк. Для этого можно использовать чугунную рифленую сковородку. Если у вас нет такой сковородки, можно использовать толстостенную, хорошую сковородку, ну, не блинную, но чтобы сковородка держала жар, температуру. Вот у нас есть такая сковородка. А готовить нужно под крышкой? Нет, ни в коем случае, под крышкой готовить нельзя, стейк должен жариться на сильном жаре. Для этого, чтобы получился хороший, красивый стейк, надо сковородку разогреть до 250 градусов. Сейчас мы ее поставим на плиту, и она будет прогреваться примерно 4-5 минут. Это будет вот эта нужная нам температура 250 градусов. Так что давайте, выбирайте самый красивый, самый правильный кусочек. Я, пожалуйста, возьму вот этот. Очень прекрасно. Я тоже беру кусок, и тогда будем делать так же, как и я. То есть вот у нас есть масло. Я вам налью масло. И себе тоже. И мы руками масло начинаем натирать с двух сторон. И дали 5 минут полежать, чтобы стейк получился самый правильный, самый вкусный. Вот мы сделали все правильно. Сейчас наша сковородка нагревается, и вы, наверное, поможете мне приготовить. Я свой собственный стейк, и вы свой собственный стейк. Ну вот, Эль, наше мясо пролежало 5 минут, питалось масло. Наши сковородки уже нагреты. Вы увидите, пойдет легкий дымок, температура 250 градусов, сковородки горячие. И сейчас вы перекладываете свой рибай на сковородку, и будем уже жарить. И у вас будет свой собственный приготовленный стейк. Так, я буду повторять за вами. Хорошо. Мы берем щипцами и перекладываем стейк на горячую сковородку. У меня не слишком сильно шипит, мне кажется, оно сейчас сгорит. Нет, сейчас мясо не сгорит, мы все у нас под контролем. Мясо должно на сильном огне обжариться несколько минут с одной стороны, несколько с другой. Как раз какую прожарку вы любите? Medium well. Вообще, при прожарке мяса существует несколько степеней прожарки. То есть, есть реа, это практически по минуте с каждой стороны мясо кровавое внутри, кровавый сок. Есть прожарка medium, это когда мясо жарим по примерно полторы-две минуты с каждой стороны, а потом еще по 2-3 минуты с каждой стороны при более низкой температуре. И есть medium well, прожарка полная. Это готовится мясо по 3-4 минуты с каждой стороны сначала, и потом еще по 3 минуты с каждой стороны. Вот наше мясо, вы видите, шкварчит, жарится. Мясо для придания красивой решеточки, чтобы прям вы поразили своих домашних. Мясо переворачиваем. Мы сейчас с вами дадим прожариться другой стороне, потом красиво переложим эту же сторону, чтобы у нас получилась такая сеточка. Можно еще раз перевернуть, но перевернуть так, чтобы решеточка получилась совсем по-другому. Вот. У мяса разных степеней прожарки внутри разная температура. То есть вы положили на раскаленную сковородку мясо и продержали его где-то примерно 2-3 минуты. Это с одной стороны. С другой стороны опять 2-3 минуты. Потом необходимо чуть-чуть уменьшить жар, получаться уже он не будет так сильно шкварчать и брызгать. Вы видели, что мы мясо смазали маслом, но не солили, не перчили, ничего. А вот действительно, какой у него получится вкус, если мы смазали его только маслом? Если мы при смазывании маслом добавили бы с вами соль, то при жарке соль начала бы вытягивать все соки и мясо получилось бы вареным. Сверху образовалась бы такая влажная корочка и никак не получилась бы корочка, которая закрыла бы нам все поры и оставила весь сок. А когда же я придам вкус моему мясу соль и специи? Не торопитесь, нам сейчас пожарить надо. Хорошо. Переворачиваем. Вот видите, у вас какая образовалась корочка? По американским традициям корочка должна вообще быть каменная. Но мы готовим вкусный стейк для себя. Так. Мне тоже переворачивать? Да, конечно. Так. Решетку даем. И примерно час, еще полторы минуты и наши стейки будут готовы. Пахнет очень вкусно. Пахнет очень вкусно. А вы спросили, как дома определить, готов стейк или когда его снимать? Ну, для дома такой есть простой, такой как бы не поварской, а житейский. Совет просто, когда вы начнем жарить, у вас начнет, вот когда уже все перевернули несколько раз, у вас начнет выделяться вот такой сок. То есть, в волокнах и здесь был жар, и сверху был жар, и немножко выдавился сок, и образовался вот такие нежные. Значит, стейк уже почти готов. Но, мы с вами пожарили стейк, но его есть пока еще нельзя. Ах, как жаль. Мы, наши стейки уже готовы, и мы должны им дать немножко отдохнуть. Ну, вот, Эль, наши стейки, которые мы с вами готовили, готовы. Они у нас отдохнули 5 минут. Это нужно для того, чтобы соки внутри мяса равномерно распределились, мясо стало сочным, хорошим. И теперь мы только можем его посолить, поперчить. И открою один нюанс. Для дома тоже будет очень важно. Так как мы готовили на рифленых сковородках, и они дымились, и немножко пригорали, вы видите. Есть такой немножко вкус подгорелого, да? Вот есть такая хитрость. Можно дома держать топленое сливочное масло. Я думала, используют только одно масло. Это в самом конце для придания вкуса. Мы возьмем немного, пол ложечки возьмем. И вы также возьмете это топленое сливочное масло. И сверху стейк смажем топленым сливочным маслом. Это отчасти уберет аромат пригорелости. И вот то, что на чугунной сковородке у нас пригорело. А во-вторых, придаст сливочный вкус стейку. Мы с вами смазали. И вот только теперь, после того, как мы смазали, дали мясу отдохнуть, мы с вами поперчим каждый свой стейк, то, как любит. Прошу вас. Перец обязательно нужно только свежемолотый. И посолим. Вот наши стейки готовы. Они отдохнули, мы их посолили. И вот теперь можно пробовать то, что у вас получилось. А как вообще правильно резать стейк? То есть маленькими кусочками? Во-первых, правильная культура поедания стейка. Люди, которые в этом разбираются, в первую очередь, стейк сначала режется посередине. Потому что, когда мы с вами приготовили, он отдыхал, он все равно происходит доготовка. Он все равно доготавливается. Он горячий. И когда приносят гостю к столу, он его должен разрезать пополам. Этим он, во-первых, останавливает доготовку. То есть стейк больше не доготавливается. А во-вторых, он определяет, как повар приготовил, попал ли он в прожарку, в правильную прожарку. И вот этим своим разрезанием, и посмотрев, какая прожарка, вот только после этого он может предъявить претензии к повару. Ну, давайте попробуем. Хорошо. Мы разрезаем стейк наш пополам. И посмотрим, какая степень прожарки у нас получилась. Я готовил прожарку медиум. Вот у меня правильная прожарка. Медиум. Мясо розовое внутри, сочное. Сок выделяется не кровавый, а прозрачный. Реальная прожарка медиум. Так что у меня получилось все хорошо. Ну, давайте проверим мой. Ну, давайте, возьмите. Специальные правильные стейковые ножи. Это очень волнительный момент. Вы хорошо справились. И мы смотрим, да. Смотрим, что у вас получилось. У вас получилась та же прожарка медиум. Для стейков Рибай прожарка рекомендуется только медиум. Именно в этой прожарке мясо получается самое сочное, вкусное, нежное. Это самая правильная прожарка для стейков Рибай. Готовы предоставить свой стейк вам на суд, поэтому пробуйте. Ну, попробуем. Пробует профессионал. Стейк правильной прожарки. Ура! Сочный, нежный, вкусный. Очень хороший у вас получился стейк. Вы молодец. Все под вашим четким руководством. Потому что самое лучшее мясо действительно в Гурмане. Спасибо вам, Юрий, огромное. Действительно просто бесценный опыт для меня. И теперь я буду готовить, я думаю, правильные стейки, только правильные дома. Так что буду звать всех в гости. Вы хорошая ученица. Спасибо. Спасибо.